Опыт и знания бывших работников сферы коммунального хозяйства, а ныне активных пенсионеров, пойдет только на пользу, уверен мэр. Созданный актив проведет повторную инвентаризацию жилого фонда, что позволит найти и устранить недостатки еще на подготовительном этапе. Подготовьте распоряжение мое, это я даю поручению нашему протоколу, внесите в распоряжение, что они назначаются моими общественными помощниками. Задача одна, используя свой опыт работы в ЖКХ, в первую очередь проверить буквально все до единого дома, жилые многоквартирные, на предметы готовности. Цель такова, за это время все недостатки ликвидировать и в отопительный сезон люди должны зайти и спокойно, без дерганий провести зимовку. Действующим работникам сферы ЖКХ необходимо подготовить к работе в зимнее время 122 котельных. На текущий момент подготовлено только 28 котельных, что составляет всего 22% от общего их количества. Протяженность тепловых сетей у нас составляет 384 километра. Уже подготовлено 114. Я еще раз говорю, результат. В этом году я буду спрашивать с вас результат, и если во время пуска тепла будут что-то рваться, будете за это отвечать. В первую очередь летом работы проводятся на объектах, не обслуживающих санаторно-курортную отрасль. Это многоквартирные дома, организации здравоохранения, образования. После окончания курортного сезона готовятся, начнут котельные и тепловые сети, обслуживающие здравницы. Третьим этапом станет подготовка муниципального образования в целом. Окончательный срок с выдачей паспорта готовности – 10 октября.